Приветствую дорогой Владимир. Приветствую дорогой Хасай Магомедович. Ты наш школьный учитель и поэтому нам очень важно знать как идут твои занятия с детишками. Хасай Магомедович, занятия стали идти необычно, не так как раньше. Ну во первых я стал обучать детей более старших чем раньше. То есть я работал сначала с детьми с первых четвертых классов. Это одни дети. А в этом году я уже стал с детьми постарше работать. Это пятый, седьмой, восьмой. Но это с ключом никак не связано. Это ты сам по себе. Да, да, да. Но тут интересная ситуация. Значит я уроки начал, знаете, как-то более чувствительным стал наверное к детям. Я начинаю уроки с того, что спрашиваю об их самочувствии. То есть мои занятия начинаются. Я теперь уже не спрашиваю. Знаете, иногда просто, знаете, давайте сделаем там развинку, зарядку. Сейчас приведем себя в порядок и все и поехали. Это возле не помладше, а с ребятами постарше. Я уже говорю, ну как вы себя чувствуете? Какое ваше самочувствие? И вот каждый говорит, там у меня все хорошо. А кто-то скажет, я очень сильно переживаю. Я думаю, о, наш случай. Вот сейчас-то мы как раз об этом и поговорим. Так. И у меня был очень знаковый случай буквально на днях. Девочка в пятом классе пришла практически в слезах. Вот она пришла, уже все сидит. Я понимаю, что она уже заниматься не сможет просто. Я спрашиваю, что случилось? Я, говорит, не могу. У меня огромное, ну я устала, у меня стресс. Я не могу, я не знаю, что делать. И тут до меня доходит. Я говорю, как ты не знаешь, что делать? Я знаю, чем тебе помочь. Да ты сама, говорю, себе поможешь. И показал ей, я сказал, давай встанем. И весь класс попросил вместе с ней встать. Вот, ребята, смотрите, я говорю, вот вы можете в такой ситуации тоже оказаться. Стрессовая ситуация, аж до слез. Вот ты сразу на примере живом. Да, да, на живом примере. Давайте, говорю, вам покажу сегодня виброгимнастику. И вот мой любимый прием, снятие, да, вот этой разгрузки. И вот плечами попрыгали. Вот я им объяснил, что быстрее, медленнее. Сами подбираете темп, они темп подобрали. И знаете, все заулыбались, и она заулыбалась. А сколько минут примерно делали? Ну, не больше двух минут. Не больше. Ну, да, ну это пятый класс, у нее все быстро. Но вы знаете, она-то у меня училась с первого по четвертый класс. И, значит, я иногда терялся. Она действительно бывала тоже в таком зажатом состоянии. И я на уроках раньше мог потеряться. Что же делать, как же ей помочь? И вроде бы так, поговоришь и сяк, не очень получалось. А в этот раз она, вот, мы попрыгали, вот, виброгимнастику сделали. Я им объяснил принцип. И вы знаете, она села. Я говорю, вот посмотрите, теперь она улыбается. Все улыбаются. Я говорю, видите, как здорово. Две минуты, и мы уже совсем в другом состоянии. Ей это так понравилось. Знаете, даже вот когда я уходил, она меня провожала. Вот вышла там, меня провожала, стояла так. И я понял, вот для нее это очень и очень важно. Скажи, пожалуйста, Владимир, у вас психолог в школе есть? Вы знаете, я сейчас перешел в новую школу и не успел с ним познакомиться. Возможно, есть. Работа. Просто интересно, какая у вас будет взаимосвязь творческая. Да. Ну, ты, когда познакомишься с психологом, скажи ему, что ты это делаешь, соответственно тому, что это в учебнике по физкультуре. Конечно, конечно. По синхрогимнастике профессора Матвеева Анатолия Петровича для 10-11 классов. И ты это делаешь, поскольку ты лично с автором общаешься, лично знаешь тонкости. И поэтому ты можешь это делать более творчески. И поэтому дети у тебя более доброжелательно это воспринимают. И пускай психолог ознакомится с этим. Прямо проведи на урок, покажи. Спасибо. Интересно. Странно будет, что психолог в школе не знает синхрогимнастики по методу ключ. Это вообще странно. Потому что я в свое время очень много времени и сил потратил на международных конференциях по образованию. И в Москве, и за рубежом. Чтобы все педагоги, директора школ знакомились с этим. Ну, время же идет вот так волнообразно. Все меняется, и этих директоров нет. Мы в свое время в Южном округе Москвы очень много обучали директоров. Минько Нина Григорьевна. Там была начальник Южного округа по образованию. И несколько лет мы там обучали по образованию. Там очень они были все довольны. И учителя. Потом я был профессором кафедры здоровья и сближения Нижегородского института развития и образования. И там много этих образовательных учреждений учителя обучали по всей Нижегородской области. Так что пригласи психолога, и интересно будет, как психолог отреагирует. Да, идея интересная, конечно. Ну, и для меня, знаете, что важно? Я не потерял ни разу самообладание вообще. Вот сколько уроков провожу, бывает по шесть, по семь. И в таком бодром, хорошем состоянии, в таком рабочем. Благодаря как раз синхрогимнастике. То есть я ее в такие моменты тяжелые для себя, трудные, когда очень сильно, например, устаю. Раз-раз я даже, знаете, стал более чувствительным к тому, что происходит. То есть иногда, знаете, раз так накатывает какое-то волнение или какой-то страх, что не справлюсь или что-то не то делаю. И я себе помогаю. Сделал движение, и я чувствую, что у меня все внутри изменилось. И я вот в таком хорошем настроении выхожу к ученикам. Это совсем другой урок. Он более такой спокойный. И главное, во время уроков я уже обращаю внимание на их движение. Помните, да, мы вот вашу книжку когда обсуждали, я говорил, что я обратил внимание. Вот я им объясняю теперь. Вот что он там ногой двигает. Я говорю, вот теперь у тебя ты можешь дома всю неделю по пять минут ногой подвигать. Ну, использовать инстинктивные действия. Да, да, да. Я им это объясняю. И фактически в начале каждого урока и даже в середине урока я им пока по одному движению синхрогимнастики показываю всем классам. У меня много классов. Вот 11 классов разных. Я им всем показываю. Ну, знаете, настроение меняется мгновенно. Даже от одного упражнения. Во-первых, для них это очень необычно. Ну, очень необычно. Сразу они встают, друг на друга посматривают, поглядывают. И вот, например, хлюст руками по спине. Как? Начинается. А я же тоже делаю. Вот. И они за мной повторяют. Они садятся и уже другие. И уже это такой урок более спокойный. Ну, снимают скованность, зажатость. Да, да, да. Я, конечно. Да, да. Вот моя, скажем, первая неделя обучения в школе, она прошла вот так. Мне это очень нравится. Скажи, пожалуйста, а как вот эти вот погодные явления? Вот сейчас резко изменилась погода. Изменилось атмосферное давление. Температура. Ну, так сказать, осенние и весенние обострения у людей бывают. Сезонные. Ну, это врачам известно. И многим людям известно, что обострения сезонные. А как, например, лично ты и твои дети в школе, учащиеся, как перенесли этот контраст резких перепадов? Ну, да. Вот об этом я, конечно, с детьми еще не успел поговорить. Но у меня есть, я очень хочу с вами очень интересным наблюдением поделиться. Оно для меня очень-очень важно оказалось. Когда мы раньше с вами беседовали, я рассказывал, что, ну, значит, справлялся с волнением, с бессонницей, даже, ну, приводящей к бессоннице с помощью шалтая-болтая. У нас здесь был длительный период очень, ну, такой жары. Очень жарко было. И было очень тяжело спать. Ну, душно даже было в квартире порой. И очень мне было трудно засыпать. И я вот делал шалтай-болтай, и мне, значит, помогало. Я успокаивался, ложился спать, засыпал. И вдруг резко погода изменилась. Я не сразу на это обратил внимание, но я стал делать шалтай-болтай, значит, перед сном. И чувствую, что что-то не так. Ну, как-то я, ну, хорошее упражнение. Но я лег, ну, как-то вот, скажем, до конца не расслабился. И я вам рассказывал, я вот это вспомнил, свои ощущения вис, я понял, что у меня шея зажата. Я просто вспомнил свои ощущения, у меня шея расслабилась, я мгновенно уснул. На следующий день то же самое произошло. Я думаю, о, нашел я себе универсальное лекарство, теперь буду засыпать с помощью виса, как же мне будет хорошо. На третий день вроде бы получилось, и тут опять погода изменилась. Я тоже не сразу это понял, заметил. Я ложусь, вспоминаю, и ничего не получается. Я такой думаю, как же так? А-а-а, погода меняется. И тут, Хасай Магомедович, до меня дошло. Почему работает принцип подбора путем перебора? Ну, конечно. Это вот именно так до меня дошло. На контрасте. На контрасте. На контрасте. На очень сильном контрасте. Жары, резкой смены. А сейчас у нас пасмурно, опять дожди. То есть погода прыгает постоянно. И я понял, что мое состояние, оно тоже в зависимости от погоды очень сильно изменяется. Ну, и поэтому в одних случаях одни упражнения работают. Дни приемы, в других случаях другие приемы. Приемы, да, да. В-третьих, и я такой думаю, ну вот, наконец-то до меня на контрасте дошло. Вот такое вот наблюдение, Хасай Магомедович. Да, по существу ты подбираешь приемы путем их перебора в соответствии с исходным текущим состоянием. И задачами, которые тебе предстоит решать. Вот это исходное состояние надо всегда учитывать. Потому что в одном состоянии одни приемы подходят, в другом состоянии другие. И когда мы каждый раз вот их перебираем, ну там, допустим, десяток приемов, у нас вырабатываются навыки. И потом в следующий раз мы всегда чувствуем, какой прием сегодня мне подходит, какой нет. Да, да, да. И я вот даже в школу иду иногда, все равно, нет да нет, ну уже опытный учитель, но все равно какие-то волнения у меня идут. Вот, я переживаю. Я хочу урок хорошо провести. Бывает, наверное, что-то не так могу рассказать. Вот, и я, знаете, вспомнил свое одно инстинктивное движение. Сам вспомнил. Оказывается, оно у меня всегда работало, а я на это не обращал внимания. Я когда ходил, знаете, у меня левая рука, вот левая рука, она вот так. Какое-то движение, то есть я его расширял, ну как вот, разжимал кисть. Вот я ходил и разжимал кисть, и так расслаблялся. А правую кисть, думаю, надо же, у меня она, наоборот, на сжатие меня расслабляет. И вот я когда хожу в школу, иногда одну кисть разжимаю в движении, а другую сжимаю. И вот, оказывается, я именно так раньше и расслаблялся. Сам вспомнил инстинктивно, да. Да, 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 это было, оказывается, инстинктивно. А теперь ты обратил на это внимание. Да, и теперь я специально иду, так, о, волнение, здравствуй. Раз, 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 до школы дошел, и уже более-менее спокоен. Вот такие дела. Спасибо, Владимир, очень познавательно. Я думаю, что и учителя, и школьники, которые видят наши программы, они будут полезны для себя понимать, что могут собственные инстинктивные действия превращать в упражнения. А потом уже без них управлять своим состоянием. А у меня даже, знаете, вот на уроке так получилось, интересно. Мы, значит, с ребятами встали одного класса. И я говорю, давайте теперь, значит, расслабимся. И, знаете, одна девушка такая стоит, и давай шалтай болтай делать. Я ей ничего не говорил. Она стоит, я говорю, о, обратите внимание. Да. Ей никто не говорил, ее никто не учил. Я ее спрашиваю, а почему ты так делаешь? Ну, вы говорите, знаете, мне вот так вот легче как-то вот расслабиться. Я говорю, обратите внимание, это третье упражнение синхрогимнастики. Оказывается, это в вас заложено, оно работает просто само. И вот так. Все упражнения синхрогимнастики взяты из природных инстинктивных действий человека. Да. Я что хочу сказать. Сегодня мы говорили тоже с преподавателем одной школы, и она логопед. И мы с ней договорились, какой прием она изобрела по системе ключ. И она расскажет, через денечек мы сделаем с ней вместе ролик. И она расскажет потрясающий прием для тех, которые сложно говорят, облегчает речь. Но я не буду говорить какой-то ее прием. Она изобрела, но по системе ключ. Она этим ключом занимается, поэтому могла изобрести. Она так и сказала. Она очень довольна. Я говорю, давай ролик сделаем. Она говорит, давайте поделимся. Я говорю, самое главное, что имя твое и фамилия твое надо утвердить как автора приема. Она говорит, хорошо. Но она сразу, я хочу поделиться, пожалуйста. Вот такие участники нашей школы «Человек будущего футура». Все готовы показать, все готовы подарить. А я как руководитель должен все-таки, чтобы автоство людей сохранялось. А как же их имена, фамилии. Вот ты, например, Владимир Серебряков. И тебя будут помнить не только те, которые в твоем классе учатся, но очень много сотен тысяч людей, которые смотрят наш канал Ютуба и Телеграма. Ну, это, конечно, приятно, но делаю я это не для этого. Так это естественно, иначе мы эти ролики с тобой не записывали. Конечно, конечно. Это естественно, но все-таки я просто хотел напомнить о том, что мы альтруисты и гуманисты, но туда же и входят в этот комплект этих качеств и свойств уважение друг к другу и уважение к авторству. Вот что важно. А не просто так рубахи парня. Вот берите, пользуйтесь, если забыли, кто чего и на ком ответственность. Права – это ответственность. Да, потому что всегда можно будет посмотреть. А, Серебряков? А, что-то не так. Ну-ка, если я ему позвоню, узнаю. Вот оно что. Это обратная связь с жизнью. Поэтому я об этом сказал. Спасибо тебе, Владимир. Ты знаешь, очень приятно, потому что учитель в школе, который знает механизмы саморегуляции, умеет управлять своим состоянием, создает психологическую атмосферу на уроке, и даже их собственные инстинктивные действия помогают научиться осознавать и превращать в упражнение, оживляет этим самым урок, делает его увлекательным, интересным и полезным. И на этом фоне, наверное, вообще сам предмет обучения интереснее становится, нет? Ну да, да. Но когда ты сам искрепощен и рассказываешь просто по-другому. Я, когда вот закрепощен бываю или там, да, о чем-то переживаю, я сам чувствую, что что-то не то. Как-то вот вот не так получается. Какой-то я зажарил. Ну понятно, не о том. И главные ученики, что интересно, вслед за мной, сами ученики становятся напряженные. Они на меня смотрят напряженно. А я раскрепощен, я смотрю, так хорошо получается. Такая беседа у нас урок. Даже не урок, которым я просто рассказывал что-то, и они меня слушают. Человеческая атмосфера. Да, совсем другая атмосфера получается. Вот это, конечно, очень ценно, я считаю, для учителя. Это вообще защита школы. Защита учителей, учеников и защита школы вообще. Очень правильные слова, да. Спасибо большое, Владимир. Вам спасибо. Жму руку, обнимаю. До связи. До встречи. Всего вам хорошего. Успехов тебе. Спасибо, что даете возможность.